Многие научные и производственные работы связаны с бурением подземных скважин. Общее количество таких объектов только в России вряд ли поддается исчислению. Но легендарная Кольская сфера глубокая с 90-х годов остается непревзойденной, уходя в толщу земли более чем на 12 километров. Ее бурили не ради экономической выгоды, а из чисто научного интереса. Узнать, какие процессы происходят внутри земли. Сегодня с вами, как всегда, военная техника-2, и мы продолжаем свое расследование в области неопознанного. И не забудьте про skinhand.net, где для вас приготовлены халявные скины. Ссылка в описании. Самая удивительная в мире скважина находится в Мурманской области, в 10 километрах к западу от города Заполярной. Ее глубина составляет 12 километров 262 метра. Диаметр верхней части 92 сантиметра. Диаметр нижней части 21,5 сантиметра. С конца 19 века известна теория о том, что наша планета состоит из коры, мантии и ядра. Но где именно кончается один слой и начинается следующий, ученые могли только предполагать. По наиболее распространенной версии до 3 километров вниз идут граниты. Далее базальты. А на глубине 15-18 километров начинается мантия. Все это предстояло проверить на практике. Подземные исследования 60-х годов напоминали космическую гонку. Ведущие страны старались опередить друг друга. Высказывалось мнение о том, что на большой глубине находятся богатейшие залежи болезнных ископаемых. В том числе и золото. Проект стал одним из самых масштабных в СССР. На скважине работало 16 научно-исследовательских лабораторий. Устроиться сюда было не менее трудно, чем попасть в отряд космонавтов. Рядовые сотрудники получали тройную зарплату и квартиру в Москве или Ленинграде. Неудивительно, что текучки кадров не было вообще. А на каждое место претендовало не менее 50 кандидатов. До глубины 7263 метра проходка власть с помощью обычной серийной установки, которую в то время использовали для добычи нефти или газа. Этот этап занял 4 года. Потом был годичный перерыв для строительства новой вышки и монтажа более мощной установки «Уралмарш-15000», созданной в Свердловске и получившей название «Северянка». В ее работе использовался турбинный принцип, когда вращается не вся колонна, а только буровая головка. С каждым пройденным метром ввести проходку становилось сложнее. Ранее считалось, что температура породы даже на глубине 15 км будет не выше 150 градусов по Цельсию. Но казалось, что на глубине 8 км она доходила до 169 градусов, а на глубине 12 км и вовсе составила 220. Оборудование быстро выходило из строя, но работы продолжались без остановки. Задача первыми в мире достигнуть 12-километровой отметки была политически важной. Ее удалось решить к 1983 году, как раз ко времени начала Международного геологического конгресса в Москве. Но главное, специально к конгрессу была подготовлена настоящая сенсация. Выяснилось, что образцы пород, взятые на 3-х километровой глубине Кольской скважины, полностью идентичны лунному грунту. Ученые давно предполагали, что Луна когда-то являлась частью Земли и оторвалась от нее в результате космической катастрофы. Теперь можно было говорить о том, что отколовшаяся часть нашей планеты миллиарды лет назад соприкасалась с районом нынешнего Кольского полуострова. Сверхглубокая скважина стала настоящим триумфом советской науки. Исследователи-конструкторов, даже простых работников, чествовали и награждали почти целый год. В это время работы на Кольской и Сверхглубокой были приостановлены. Их возобновили только в сентябре 1984 года. И первый же запуск привел к крупнейшей аварии. Сотрудники словно забыли о том, что внутри подземного хода постоянно идут изменения. Скважина не прощает остановку работ и заставляет начинать все сначала. В результате произошел обрыв буровой колонны. В глубине осталось 5 километров труб. Их пытались достать, но через несколько месяцев стало понятно, что сделать это не удастся. Буровые работы снова начались с 7-километровой отметки. В глубине 12 километров второй раз подошли только через 6 лет. В 1990 году был достигнут максимум 12 километров 262 метра. А дальше на работе скважины сказались как неудачи локального масштаба, так и происходившие в стране события. Возможности имеющейся техники были исчерпаны. Государственное финансирование резко уменьшилось. После нескольких серьезных аварий бурения в 1992 году прекратили. Научное значение кольских сверхглубок и сложно переоценить. Прежде всего, работа на ней подтвердили догадку о богатых залежах, полезных ископаемых на больших глубинах. Конечно, драгоценных металлов в чистом виде там не нашли. Но на отметке 9 километров были обнаружены пласты с содержанием золота 78 граммов на тонну. Активная промышленная добыча ведется, когда такое содержание составляет 34 грамма на тонну. Кроме того, анализ древних глубинных пород позволил уточнить возраст Земли. Оказалось, что она на полтора миллиарда лет старше, чем было принято думать. Считалось, что на сверхглубинах нет и не может быть органической жизни. Но в поднятых на поверхности образцах грунта, возраст которого составлял 3 миллиарда лет, были обнаружены 14 ранее неизвестных видов окаменевших микроорганизмов. Незадолго перед закрытием, в 1989 году, Кольская Сверхглубокая снова оказалась в центре международного внимания. Директору скважины, академику Давиду Губерману, вдруг стали звонить и писать со всех концов света. Ученых, журналистов, просто любознательных граждан, интересовал вопрос. Правда ли, что Сверхглубокая скважина стала колодцем в ад? Оказалось, что представители финской прессы беседовали с некоторыми работниками Кольской Сверхглубокой, и те признались. Когда Бур преодолел отметку 12 километров, из глубины скважины стали доноситься странные шумы. Рабочие опустили вместо головки Бура термостойкий микрофон, и с его помощью записали звуки, напоминающие человеческие крики. Кто-то из сотрудников выдвинул версию, что это вопли грешников в аду. Насколько такие рассказы соответствуют истине? Технически разместить вместо Бура микрофон сложно, но возможно. Правда, работа по его спуску может занять несколько недель, и проводить ее на режимном объекте в месте бурения вряд ли удалось бы. Но с другой стороны, многие сотрудники скважины действительно слышали странные звуки, которые регулярно доносились из глубины. И что это могло быть, никто достоверно не знал. С подачи финских журналистов, мировая пресса опубликовала ряд статей с утверждениями, что Кольская сверхглубокая – это дорога в ад. Мистическое значение стали приписывать и тому факту, что СССР распался, когда убровикили проходку несчастливой 13 тысячи километров. В 1995 году, когда станция уже была законсервирована в глубине шахты, произошел непонятный взрыв. Хотя бы по той причине, что там нечему было взрываться. Зарубежные газеты сообщили о том, что через проделанный людьми ход в недр земли на поверхность вылетел демон. Из здания пестрели заголовками, типа «Сатана сбежал из ада». Директор скважины Давид Буберман в своем интервью честно признался. Он не верит в ад и демонов, но непонятный взрыв действительно имел место, как и странные шумы, напоминающие голоса. Причем обследование, проведенное после взрыва, показало, что все оборудование в полном порядке. Долгое время скважина считалась законсервированной. На ней работало около 20 сотрудников. В 2008 году объект полностью закрыли, и часть оборудования демонтировали. Наземная часть скважины. Здание величиной с 12-этажный дом. Сейчас оно заброшено и постепенно разрушается. Иногда сюда приезжают туристы, привлеченные легендами о голосах из ада. Но о научных работах на глубине речь уже не идет. На базе данного объекта можно лишь открыть институт или другое предприятие для обучения специалистов шельфового бурения. Или создать музей. Ведь Кольская скважина продолжает оставаться самой глубокой в мире. Ну вот и наш сегодняшний выпуск подошел к концу. С вами была Военная техника 2 и рубрика Неопознанная. Пишите ваши комментарии по поводу улучшения данной рубрики. Добавляйтесь в друзья, ссылка в описании. Также не забывайте подписываться и делиться этим видео с друзьями. А мы с вами недолго прощаемся. Всего вам доброго. Увидимся в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok